Русские фамилии Чаще всего фамилия происходила от имени, прозвища или личного имени основателя рода. Многие фамилии появились от крестильного имени основателя рода. Так сын Ивана становился Ивановым, Сидора – Сидоровым, Фёдора – Фёдоровым. Другие фамилии были образованы от личного имени, не церковного, а мирского. Личное имя выбиралось не по святцам и было своеобразным прозвищем человека. Так, например, некоторые личные имена служили оберегом младенцев. Считалось, что неблагозвучие имени убережет ребенка от бед. Злоба, Некрас, Невзор, Угрюм – от этих личных имен, призванных защищать своих владельцев от дурного глаза, появились фамилии Злобин, Некрасов, Невзоров, Угрюмов. Другие личные имена, наоборот, показывали, сколь долгожданным был ребенок. Любим, Ждан. Так появились Любимовы и Ждановы. Иногда личные имена давались по времени рождения младенца. Мороз, Суббота, Зима. Или по порядку рождения. Первуша, Третьяк. Так появились фамилии Морозов, Суботин, Зимин, Первушин, Третьяков. Одна из самых распространенных русских фамилий – Смирнов. Также происходит от личного имени – Смирной, то есть тихий, некрикливый ребенок. Подобные имена прозвища, отражающие суть характера, получали многие дети. Молчан, Звяга, Шумила. Позднее образовались фамилии – Молчанов, Звягин, Шумилин. Огромное число русских фамилий имеют звериное, рыбное или растительное звучание. И здесь не обошлось без личного имени прозвища. Так, например, черноволосого остроносого человека могли прозвать Грачом, Юркого и Пронырливого – Хорьком, Угрюмого и Воинственного – Волком, Афлегматичного и Неторопливого – Телком или Медведем. Так получались Грачёва, Хорина, Волкова, Медведева. Кроме того, прозвища давали по внешности человека – Рыжий, Румяный, Кудрявый, Лысый, Рыжого, Румяного, Кудряшова, Лысякова. Многие фамилии появились благодаря профессии основателя рода – Кузнецова, Попова, Гончарова, Ткачёва. Дальний предок Бурлаковых, скорее всего, тянул на реке Суда. В Дегтярёвых производил дёготь, В Калашниковых пёк и продавал калачи, В Шаповаловых изготавливал шапки из вяленой шерсти. Особые прозвания имели иностранцы – Литвины, жители Литвы, Фрязи, итальянцы, работавшие зодчими и инженерами, немцы – все европейцы, не знавшие русского языка и поэтому считавшиеся немыми. Так возникли фамилии Литвинов, Фрязин и им подобные. У части осевших на Руси иноземцев появились фамилии, образованные от их собственных иностранных фамилий. Так, например, потомки шотландца Лермонта стали Лермонтовыми, немцы фон Виссина – фон Визинами. Некоторое количество фамилий появилось благодаря тюркским корням их обладателей – Юсупова, Измайлова, Крамзины, Ахматова, Османова. Иногда фамилии давались по месту проживания человека. Так, нередко. Название деревни становилось фамилией всех проживающих в этой деревне. Некоторые горожане обзаводились городской фамилией – Пермяков, Москвин, проживающий близ рек – Речной, Донцов, Волгин и так далее. Часть русских фамилий отличается особым благозвучием – Богоявленский, Преображенский, Вознесенский. Их раздавали ученикам духовных училищ и семинарий. Такая фамилия должна была подчеркнуть высокий статус ее обладателя – будущего священнослужителя. Иногда красивыми фамилиями барин награждал крепостных. Например, по прихоти графа Шереметьева подобными фамилиями обзавелись крестьяне-актеры крепостного театра – Жемчугова, Гранатова, Изумрудова, Сердоликов. В некоторых случаях бывшие крепостные крестьяне брали красивую фамилию своего помещика – Голицын, Оболенский. А иногда просто становились князевыми, бариновыми, графскими. Особый интерес представляют фамилии, которые дворяне давали внебрачному потомству. Порой отцы бастардов проявляли недюжинную фантазию, награждая отпрысков странными фамилиями. Сокращали собственные фамилии. Сын Трубецкого стал Бицким, Репнина – Пниным, Елагина – Агиным. Переставляли буквы. Ребенок Дерибаса получил фамилию Сабир, от Шубина получился Небуш, от Петрова – Рапет. Некий помещик Чернолузский подарил своим детям фамилию Луначарские. Князь Владимир Волконский, исказив собственное имя, дал ребенку фамилию Римдалф. Некоторые отцы, наконец, и вовсе давали детям своеобразные говорящие фамилии, например, романтичные. Александр Герцен, незаконно рожденный сын помещика Яковлева и девушки немки, получил фамилию, в которой было зашифровано немецкое слово «сердце» – «херц». Внебрачный сын дворянина Нестерова был назван Фавстом – «счастливый», «макеровским», от французского «моё сердце». А иногда, раздосадованный появлением нежданных детей, отец придумывал весьма неприятные фамилии – Бастрюков, Нечаев, Нагульнов. Кроме того, если отец не был известен или ребенок не имел права наследовать отцовскую фамилию, новорожденному просто присваивали фамилию по имени матери – Анин, Валин, Машин. Наконец, некоторые сведения о происхождении фамилии можно получить по ее суффиксу. Большинство русских фамилий оканчиваются на –ов, –ев, или на –ин, –ын. Однако, есть и более редкие суффиксы, по которым можно отследить появление фамилии. К примеру, казаки области войска Донского не признавали фамилии, заканчивающиеся на –ин, и добавляли к ним –ов. Так Кузьмин становился Кузьминовым, а Савин – Савиновым. Фамилии с суффиксами их –ых принадлежали в основном жителям русского севера, с суффиксами –ский –цкий, выходцам из Польши или, как было сказано выше, представителям духовенства. Польши